Номер 1302. События дня. Филиппийцам 4.6. Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдёт сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Объявление. Есть польза? Нет. Но попросили выставлять. Выставляю. Можно затормозить, посмотреть. Продолжение следует. Считайте. Просто я выставляю. Можно, чтобы было считать. Продолжение следует. Пишет Наталья. Видео 90-е годы. Крещение в Потеряевке. На такой-то минуте. Посмотрите на небе. Облака в виде крыльев. Вид сбоку. Теса Аким Игнатий Тихонович. Спаси и храни вас Христос. Сколько много вы сделали доброго в тот период. Сложный период для России. Сейчас ваш дух стал еще крепче. И так стыдно, что ценности мои были совершенно другими. Так стыдно за себя, что ничего не сделала в тот период для спасения своей души и души своих близких людей. И людей, которые меня окружали. Смотрю. И от боли своих грехов слезы. И слезы радости от того, что есть люди. Есть место на земле. Потеряевка. Ну, а тут делятся песни. Вознесение. Таких есть много. Неужели уйдешься, не приняв Христа? Или есть место, а есть Господь тебя зовет? Кадошкин пишет Юрий Георгий. Мир вам, братья и сестры. Я вернулся из Потеряевки. Теперь с полным основанием могу заявить. Я православный. Во славу Богу. Вчера спросили по шерстобитову. Ну, я ответил, какой телефон у него мед покупать. Здесь вот в этих роликах там телефон стоит. Собрание, второе, третье, четвертое, четыре видеоролика с его участием. Да не четыре. Экскурсия четыре, а тут пять. Дмитрий пишет. Самое ценное, что я видел в общине, это общение. Живое общение на духовной теме. Жажда к слову. Пока мы были все вместе, мы непрестанно общались перед сном, считали писание с толкованием, задавали друг другу вопросы. Дожились поздно. Даже несмотря на то, что рано было вставать. Более того, общались даже тогда, когда работали, ловя рыбу, а после латая платы на бредни дырки. Я уже не говорю, какое общение было, когда мы трудились в воде и смотрели «Искупление» фильм. Особо отмечу трое Володи Пащенко. Самый ценный брат должен быть в общине. Все, что делает, делает с радостью в глазах, не из-под палки, и весь труд его направлен на прославление Господа. Берегите его, Игнатий Тихонович. Вячеслав Игнатий Тихонович. Благодарим Бога за то, что мы познакомились с вашей общиной. Никогда я такой заботы и любви о душах не видел нигде. Как есть, как сидеть, как стоять. Все наиболее лучшее вы нашли и используете. Обязательно сниму ролик с отзывом о поездке. Сегодня Екатерина, то есть жена, побывала у своих родителей в гостях. К сожалению, теща все еще неспокойно. Продолжает добить на платок жены, чтобы из платка ходила, чтобы не носила. А также про мою бороду называют это все парисейством. Интересно. Тут дальше перечисляют родные, которые неверующие, нормально рассуждают. Это все отравленные попами. Самое злостное, что есть сегодня на земле, именно священство. Будут говорить превратно. Развращать народу для этого. Против бороды. Все это для мирских. А сейчас дальше мы увидим, говорится, будут говорить превратно. Это речь о священниках идет. А для нас радость, что есть нападки такие. Но жаль, что от близких и православных. Удивительно. А отец Екатерины неверующий, ни слова плохого не сказал, не отговаривал. То есть не отравленный попами. А мать православная каждую неделю в храме считает много книг православных, в таинствах участвует, а все равно никак принять и успокоиться не может. Даже бабушка, особо не верующая, и та искренне поздравила с крещением. Теща в итоге рассказала все священнику про нас, про бороду. И тот сказал, что якобы мы неправильно все понимаем. И он приглашает меня побеседовать насчет бороды и прочего. Где это видно, чтобы священник от бороды отговаривал? Вызов я принял, конечно. Я с собой возьму камеру и предупрежу, что все будет записываться и выкладываться в интернет. Если он не согласится, продолжать ли беседу? Никогда, Вячеслав, никогда. Вставай сразу и уходи. Им не надо это. Свиньям этим давать что-то. Псы. У них все это говорится. Лютые волки. Говорится только о священстве. Я хочу подготовиться. 20 глава, 22 стих, Деяния апостолов. Чтобы знать, какие выпады он может делать. По бороде он теща сказал, что это, мол, к мирянам не относится. Не портьте край бороды. И что мы, как сектанты, вырываем из контекста. А у православных и контекста-то даже нет. И вырывать нечего-то. А что поп скажет, то и делают. Причастием играют. Прошу совета по тому, как вести беседу. Спокойно или оживленно, тихим голосом или громким. Для меня это будет первая беседа серьезно со священником, когда я не в роли исповедующегося. Прошу молитву, так как в этой беседе я постараюсь обязательно сказать о торговле, неправильном крещении, рукоположении 30 лет, попрание пяти меи, чтобы эта беседа пошла на пользу и всем смотрящим в интернете. Постараюсь тщательно подготовиться. Прошу помощи. Перед беседой я хочу ему показать все фотографии наши с Потеряевки, как все одеты, какой порядок, какие сестры красивые, ласточки гнездо над вратами, чтобы максимально расположить его на добро. Начинаю постоянно молиться о них, чтобы максимально размягчить свое сердце и их. И отвечаю, первое царство, 8.3. Но сыновья его, священника, не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Речь идет о священстве позвал. Тут тоже разделяет мирянин. Никогда церковь не разделяла это. Римлянам, 1.28 и далее. Как они заботились иметь бога в разуме, то предал и бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавство, корыстолюбие, злоба, исполнены завистью, убийство, распри, обмана, злонравия, злоречивых, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, гордые, изобретатели на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. А они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Я могу говорить спокойно, молясь. Главное, развратитель нравственности, закона Божьего пути спасения, это священство. Всегда и везде все под запись. Если не согласиться, то спокойно встать и уйти. Без записи нигде ничего не соглашайся говорить и слушать. Только под запись. Всегда открыто, не из-под полы. На эту тему могу сказать много полезного о беседах в епархии при епископах. Еще вот это место. Посмотреть, что-то темновато было. Вот, получая известие, все доехали до места. Дмитрий Лемеш старается выйти на пщеловод за Шерстобитого и Геннадия Павловича, где мы были, чтобы мед прислали ему. Вчера утром, думал, Володя поедет, договорился с Алексеем Устиновым встречать Галендухина. С тремя детьми едет. Катеринбург. Там откуда-то. Ну и поехали, встретили. 23 километра туда, 23 обратно. Один мальчик 12 лет, двое дошкольного. Ну, он им целый день тут водил, показывал. Ну, нам что, пришлось еще немного жуков тут пособирать. Колорадский жук есть в другом огороде. Я боролся с репьем, потом Владимир Галендухин тут и Владимир Юрьевич помогал. Такие у нас есть, из травы кубы называются. Сегодня, если что, надо будет выбирать все, что нарубило. Вчера боролся с репьями. Забочишь, что у Игоря Барабаша не упали фермы. Что делать? Вчера советую под низом проволоку шестерку протянуть. Ну, вот так вот, то, что по огороду тут видел Володю. Больше-то еще такого тут и не было. Долго не выставляет администрация ничего, даже события дня сегодня не выставил. Вот во славу Божию все.